здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я буду моделировать кровать для этого гостиничного номера кровать будет двуспальная под матрас которая описывается габаритным ящиком все остальное пока спрячу потом уже когда до модели впишем верхняя кромка матраса на высоте 500 миллиметров над поверхностью пола 200 миллиметров толщина матраса в общих чертах кровать я уже продумал это изделие новое то есть не скатывается она была создана мною в эскизах и сейчас уже я буду сдавать его в моделях давайте попробуем фронтальный вид пусть это будет фронтальный вид кровати сделаем эскиз спинки сарга где-то 200 на 30 пусть матрас торчит 100 миллиметров над саргой в принципе можно его поднять чуть выше даже если я его подниму у меня укоротятся ножки то есть как я матрас то выше 500 поднять не смогу мне придется опускать саргу поэтому у меня укоротятся ножки в принципе поймете почему я хочу сделать точеную ножку точеный столбик поэтому у меня будет вот здесь прямой участок 60 или 80 давайте посмотрим как будет выглядеть 80 будем надеяться что нормально и увеличиваем его в каждую сторону на 10 чтобы облегчить задачу столярам в плане примыкания этой царги к этому прямому участку собственно он тут и есть для того чтобы к нему пришла царга потому что к точенке к фигуре вращения царга будет приходить с очень большими проблемами скалера это не любят а мы все таки будем стараться делать изделие красивое и в то же время изготовимое скажем так давайте я возьму примерно габарит этого вот прямого участка работаю я в проекции пока поэтому привязка к тем точкам этого габаритного ящика которые находятся в пространстве она не помешает где-то вот на этом участке будет вписываться колонна это же пойдет уже карнизная часть кровати посмотрим примерно мы будем делать я так думаю что наверное будет надо пару вариантов сделать во первых мне не нравится размер вот этих вот отрезочков они должны быть чуть меньше будет будет 350 посмотрим с обеих сторон на это я не ставлю цель этим видео кого-то чему-то прямо вот взять и научить на самом деле это рутинная работа который лично я занимаюсь ежедневно я просто решил свою рутинную работу записывать может она послужит вам в качестве своеобразного мастер-класса а возможно мне будет интересно если это мне будет интересно я начну записывать обучающие видео в частности вот по риме потому что насколько я знаю очень большая проблема с обучающими видео касательно именно этой программы практически нету а если что-то и есть давайте попробуем примерно так сделать высота карнизного профиля будет где-то 80 достаточно пафосный профиль будет каким образом мы его организуем мне честно говоря всегда интересно профили рисовать новые поэтому я не буду брать не из каких файлов какие-то еще профили а буду рисовать вот нечто интересное на самом деле пока мы не прорисуем его в объеме сложно судить в его визуальных качествах так бывает что вроде бы на плоскости рисуешь красиво а когда дело доходит до объема хочется поменять точнее может быть небольшой промышленно часто полный вот небольшой промышленно часть вот где-то так наверное сильно я вынес его изначально и честно говоря хочется заменить эту окружность на что-то интересное может быть на что-то подобное что-то где-то примерно так может быть приведем вот этот серпантин более такому прямому тренду к прямой линии пусть будет пока то у нас будет несколько линий снизу потом падуга идти потом еще несколько линий сверху пойди читаться будет интересно это все соединяем теперь давайте посмотрим таким образом мы будем решать колонну колонна будет к основанию немножко расходиться тоже я хочу здесь сделать небольшой точеный профиль будет изменять капиталь и и нет такое мне не нравится может быть что достаточно будет и такого Либо, да, либо какой-то, вот я попробую, может быть, в стороне сделать, чтобы на меня окружающая геометрия не давила. Возможно, где-то такой профиль будет интереснее. Мы его гоним, смештабируем. Для кучки соберем. На 180 градусов повернули. Чуть-чуть его надо будет меньше сделать. Это я чуть-чуть удлиню. Ну вот, примерно. Примерно так, по идее, будет неплохо. Опять же, когда мы создадим эту фигуру вращения, тогда уже будет больше понятно, как оно получилось. Удачно или неудачно. Подобный же профиль я хочу, но не посхватил. Хочу поставить в основание. Видите, у нас в основании места немножко меньше. Может быть, даже мы сейчас как-то эту колонну обыграем по-другому в основании. Мне хочется повторять одно и то же. Давайте, может быть, подойдем просто. Просто, просто, просто. Замысловаться, нет, не хочется. Нужно попробовать сместить еще немножко эту колонну. Сколько же у нас тут останется тогда. 19, почти 20, почти 40 миллиметров в диаметре. Нормально, более-менее вроде бы. Давайте тогда, может, попробуем. Что-то такое еще сделать. Ну, возможно, так будет интересно. Ну, чего-то мне все еще, конечно, не нравится. Ну, ладно, давайте глянем. Сейчас крутину эту колонну, посмотрим. Пожалуй, что-то, наверное, нет, но стоит попробовать. Такая вот колонна. Слегка массивная верхняя часть. Ну, честно говоря, вот нижняя часть мне все-таки не нравится. Итак. Откатываемся немножко. Это мы пока уберем. Здесь, возможно, надо будет сделать просто вот так. И все. А верхнюю часть мы будем немножечко уменьшить. Я тут уже просто вершинами ее приверну. Эта колонна. Эта колонна у нас прямая линия. Это описано. Вот примерно так. Мы делаем фигуру вращения основы. И как-то так вышло, что началось колонну. Ну, в принципе, основание колонны меня устраивает. Можно немножечко более гладко сделать вот эту выпуклую часть. Верхнюю часть колонны. Тоже, вроде бы, неплоха. Единственное, что да, я вот эту верхнюю часть чуть-чуть приберу внутрь. Ну, вот. Пусть примерно так она будет. И, кстати, можно эту колонну сделать. Непрямую, слегка выпуклую. Хотя, наверное, пока не надо. Может быть, она будет этой кривизной конкурировать со всем остальным. Так, здесь вроде понятно. Давайте я колонну сразу прорисую. Разворотом на 360 градусов. Теперь наша задача Нарисовать карнизную часть кровати. Уходим из проекции. Будем рисовать уже в пространстве. Этот профиль, пожалуй, я тут оставлю. В отношении него тоже у меня есть некоторые сомнения. Но, в любом случае, надо попробовать. Потому что пока мы не увидим трехмерку, Четкого понимания у нас в любом случае не будет. Итак. Эта часть пойдет. Видите, уже когда эту часть поставили, Видно, что колонна мелковата. Колонну нужно увеличивать. Будет хорошо. Придется немножечко По всей видимости эту часть увеличивать, Чтобы расширить колонну. Либо, возможно, просто расширим вот эту часть. Вменьшит конусность колонны. Обрезать лишнюю часть этой линии. А на оси как раз будет обрезаться оси колонны. И с той стороны тоже. Ага. Она у нас есть. Уже хорошо. Обрезаем. Это у нас будет траектория. Для создания карнизной части. Кривая тут уже есть у нас. И опускаем. Есть такой глюк урины. Надо чуть-чуть дальше выделить. Вот как-то получилось так. Что мне нравится. Вот это затянутость. Не нравится. Раз. И не нравится то, что... Колонна не слишком массивная. Простите. У меня тут кто-то обновился. Я выведом аппарат. Чтобы она больше была похожа на то, что мы строим. Если, если есть общее понимание, когда ты делаешь мебель с нуля, когда ты делаешь какое-то изделие вообще с нуля. Это огромное поле для экспериментов. Я вам скажу, если не катать, чужую мебель делать свое, это очень интересная работа. Никогда не знаешь, что в итоге получится. Ну, тема, ну, интересная. Если вам будет скучно, я думаю, куда интересно вы перемотаете. Я же записывать буду это видео целиком. Давайте попробуем какую-то вот такую часть сделать. Задачу тебе я тут совсем не упрощаю. Сейчас, в принципе, придумываю новый профиль. Вообще, если хорошая столярка, то ребята, увидев новый профиль, с удовольствием его заказывают. Поэтому я, как правило, со старыми профилями работаю редко, стараюсь создавать чего-то поновее, поинтереснее. Давайте посмотрим с этой стороны. Пойдем, посмотрим, что получится. Уже глюк. Чуть дальше надо выбрать. Ну, вот это уже меня устраивает. Чуть не меня. Это калиполиконный. Я могу себе позволить степень аппроксимации сделать повыше. Теперь будем думать, что же делать с колонной. Самый простой выход, это чуть-чуть ее расширить. Здесь сейчас это уже не прямая, это уже кривая, поэтому я ее удалю и переструю напрямую. Видите, расширять ее можно в этом только направлении. Почему-то я не хочу уходить от конусности. Поэтому, по всей видимости, ну давайте, что мы сделаем. Мы попробуем расширить, увеличить нашу колонну в сторону миллиметров на десять. Вот так. Если она здесь увеличится на десять, значит, мы хорошо давайте будем гадать. Нарисуем колонну и посмотрим. Ось уходит на десять, колонна увеличивается на двадцать. Это достаточно массивная штучка будет. Но, вот видите, в данном случае, по-моему, она уже стала более гармоничной по отношению к карнизу. Карниз не нависает на ней, как непонятная кепка. Тут, конечно, придется на двадцать миллиметров увеличивать квадратный участок. А ниже будет ножка. А ножку мы будем делать, по всей видимости, опять же, на основании этой колонны. Вот примерно так. Пусть для начала будет так. Посмотрим. Мне почему-то кажется, что получится неплохо. Ну, да, вроде бы хорошо. Такая кровать уже приобретает какие-то очертания. Это придется перерисовать. Углинять, поверьте мне, будет дольше. Увеличиваем с этой стороны на десять миллиметров. Не забываем, что кровать симметричная. С этой стороны тоже. Нужно удалить, чтобы она нас не смущала. Давайте. Вот таким макаром. Основную часть. Можно сказать, что самую страшную. Часть кровати мы уже прорисовали. Самая проблемная. Уже архитектура нам видна. Это все мы объединяем. Ну, прости, это чумная часть. Зеркалим тоже. У меня некоторые действия. Вы их не увидите, потому что я их делаю с клавиатуры. Например, команду join. Она у меня забита на сочетание клавиш Ctrl J. Собственно, я ее сделал. Ну, вот здесь, может быть, вы увидите в командной строке. Если вас это будет интересовать. Соединяем две вот эти вот кромочки. Две эти кромочки цилиндрические. И у нас есть удобная команда, которая, к сожалению, не всегда срабатывает. Которая позволяет закрыть плоские дырки. В данном случае, к счастью, она сработала. Если у вас не устраивает степень аппроксимации. Вам не нравятся вот такие вот клуманные штучки. Вы можете. Рендер Меш Сеттинг. Чуть-чуть поиграться с этими цифрами. Получить более гладкие. Более красивые поверхности. Здесь у нас. Получилось 100 миллиметров квадрат. Рисуем уже квадрат. В каждую сторону по 50 миллиметров. Вот у нас такой квадратик вышел. С этой стороны к нему. Будет прилегать. Сарга. Возможно мы. Уж. Раз пошла такая пьянка. Сделаем эту саргу какой-то профильной. Дремучую. Классическую кровать рисуем. К тому я думаю будет весьма неплохо. Теперь. Мне хотелось бы. Чего еще сделать. Я бы хотел. Из ножья. Сделать тоже. С подобной дугой. Идущий. Вот так. Вниз. Пока что будем работать в проекции. Вот эту красоту от зеркали. Слегка ее подниму. Ну вот. Вот. Пожалуй где-то так. Как раз. Видите так получилось. Что у нас. Что она подходит. Даже в таком виде. У нас сейчас пойдет. Карнизный элемент. Вот этот. Он прикроет. Вот нодик. Нулевое примыкание. Я скопирую. Вот эту группу поверхностей. Возьму еще кривую. Видите. В ту сторону потяну. Так. Это нам надо. Это нам надо. Сейчас чего мы и делаем. Мы перейдем вот в эту плоскость. Насколько у нас рабочая плоскость. Сейчас вот этот. Мы будем перемещаться по вертикали. Потом уже. Когда эти элементы будут готовы. Мы их отцентруем. Относительно матраса. Или матрас относительно их. Как угодно. Разницы нет. Вот такую штуку. Я хотел нарисовать. А с этой стороны. Конечно. Желательно. Чтобы где-то здесь она закончилась. Потому что. Иначе профиль. будет пересекаться с матрасом. Нехорошо. Об этом мы еще подумаем. Покажем. Скопируем. Сюда же этот элемент. Где-то так. Так. Пожалуй. Ладно. Это мы сделаем из ножки. Иначе. Для удобства масштабирования. Я часто пользуюсь. Габаритными ящиками. на фигурах. Чтобы не искать на фигурах вращения привязок. Таким образом мы делаем. Соединили. Соединили. чтобы видеть картину целиком. Зеркалим. Где-то такая вот штучка получается. Здесь. Здесь. Давайте пока отзеркалим. А там будем думать. Вот. Где-то профиль останавливать. Я бы его установил. Где-то вот здесь. Останавливать. Мы его будем примерно таким образом. Останавливать. Давайте вот так и остановим. А ну-ка. Как у нас получится это. Как у нас получится. Проверкалим. В эту сторону. Вот тут. Веркалим. В эту сторону. Давайте, чтобы с этим элементом было удобнее работать Я его пока отведу в сторону У меня включен сна порт Это значит, что я когда смещаю в каком-то направлении Смещаю с определенным шагом И с тем же шагом потом могу вернуть элемент Это очень удобно Рекомендую таким методом пользоваться Здесь нам, пожалуй, надо прорисовать плоскость Да, вот по этому габариту и будем делать Перевертикали переместим эту линию Плоскость, она у нас обрезается Вот этим, вот этим, вот этим И поверхностью, которой у нас пока что нету Вот сейчас мы ее нарисуем С обеих сторон Выбрали Обрезали 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 Где-то что-то Что-то такое у нас получается Видите, вот в данном случае Человек попытался закрыть эти дырки Не получилось их выкрыть Ну Это не страшно Выделяем кривые этих бордюров Или рисуем у них Вот такие поверхности Тут тоже не совсем хорошо Все Посмотрим Собираем до кучки МТВ на Open Police Office Где-то у нас полный Может быть, что был двойной набор А, ну, вот видите Можно лишнее убрать Закрыть Закрыть Не хочет закрывать Опять же Это Весьма частый Для Рины Глюк Даже так Ага, вот почему Не хочет Потому что здесь еще у нас остались Поверхности Видимо здесь Что-то не капланарное Что-то не в одной плоскости лежит Ну Я думаю Это мы тоже быстренько победить сможем Вот вроде бы все капланарное Ага, вот видите Петелька Вот эта петелька нам и помешала По всей видимости Когда программа работает на пределе точности У нее могут Разникнуть вот такие вот Небольшие иглички Не отчаивайтесь Это все победило Все эти проблемы не решаем Главное иметь терпение И Разные варианты проверять Из ножа я его отцентровал более-менее Опять же Это только начало нашей работы Тут мы будем готовить рамки Щиты Но уже заметно кровать прорисовывается Здесь, кстати Возможно еще что-то мы поменяем А может и не поменяем Посмотрим Давайте, наверное, вернемся к изголовью Я прорисую временно Вот эти царги Сейчас мы сцентруем изголовье Хотя точно, точно я еще не знаю Как у нас центровать Пока Ладно, пока поработаем с этими кривыми А ну-ка Я бы Может быть немножко отвел Вот эту кромку щита Глухого Но нет, пожалуй Не буду отводить Снова мы работаем в проекции Давайте ограничимся До куда мы будем Эту всю красоту доводить Пока визуально работаем Будем знать Это верхняя кромка матраса Это уровень царг Один уровень Верхний Это уровень нижний Я уже долго Потерял выделение Уйду в сторонку В стороне Как-то проще работать будет Вырезаем лишнее Ну, в принципе Вот она, видимая часть Ниже идет на транс Давайте попробуем Самое простое Попробуем Сделать рампу Допустим тоже 80 Вроде нормально Ее Немало Немного И где-то 50 40 Где-то 40 Штапик Попробуем Сделаем Штапиковую Раскладку Если эта раскладка Будет неинтересно Будем Думать Каким образом Выкрутиться Нарисуем Профиль штапа На самом деле Штап сюда Находит Давайте Мы его сначала Нарисуем И там Попробуем Моноговаться Вот такой стандартный Косички Штап На прямом Может быть Не хочется Сильно Его глубоким Делать Может Пусть Будет По площади Но Все равно Будет Читаться Хорошо Я обычно Всем рекомендую Делать штапы Достаточно Глубокие Чтобы Читался Рельеф Мебели Чтобы Панели Фасады Не касались Нарисованными Не казались Нарисованными Не всегда Это необходимо Но В данном Случае Пожалуй Необходимо Разворачиваем Ну что Давайте Сделаем Заход Миллиметров Пять Тут Можно Вообще Пойти Двумя Путями Заход Пять Миллиметров Значит Попросить Столяров Чтобы Они Сделали Восемьдесят Пять Раскладку А потом Давайте Наверное Так Сделаем Экспериментируем Смотрим Что Получится Примерно Так Должно Получиться Меня В принципе Все Уставило Возможно Внутри Вот этой Филенки Мы еще Поиграемся Потом Шпоном Натарсии Пока же Классическая Раскладка Если Вы Занимаетесь Мебелью Вы знаете Что Если У нас Это Делается Из Массива Надо Как-то Разбивать Эту Рамку Давайте Разберем Пока Таким Рамку На самом Деле Эта Часть Будет Вот Эта Часть Она Скорее Всего Будет Натисная Атаковаться Минем Так Немного Захватил Больше Чем Надо Не Страшно Вот Наш Щит С Одной Стороны Толщина Щита Будет Где-то Пусть Сорок Двадцать Миллиметров На Сторон Давайте Посмотрим Может Даже Толще Может Даже Толще Чтобы Лучше Читался С Тем Профилем Давайте Даже Сделаем Шестьдесят Три Миллиметров На Сторон Еще Десяточку Я Добавлю Примерно Так Хорошо Теперь Мы Можем Сместить Всю Нашу Спинку По Матрасу Соберем Эту Все Красоту Собрать До Кочки А Ниже Что Будет Ниже Сейчас Тоже Посмотрим Вот уже я немножко разгоняю количество полигонов, чтобы виднее было, вот примерно так. Но здесь в высоту царги будет добавляться еще один элемент. Вот так будет выглядеть пока что с этой стороны. Это наша кровать. С этой стороны. Будет примерно то же самое, но нам как-то надо будет поддержать наши панели внизу. На эту поддержку у нас не так уж много места остается. Здесь скорее всего будет одна панелька, здесь будет другая панелька. Профиль поддерживающий. Ну я так полагаю, что это тот же профиль будет, который и у царг. Давайте сразу прорисуем его. 40 миллиметров достаточно, по-моему, с головой достаточно сорокового профиля. Десятый, чтобы он не конкурировал. Чтобы с ним не конкурировал штат. Давайте немножко побольше сделаем. Вот так. Попробуем, вынесем чуть дальше. Делаем его побольше. Делаем его побольше. Здесь затянем. Одна лишняя вершина. Вот. Кажется я придумал. Что-то такое, только без перегиба. Вот. Вот. Вот это должно получиться вроде бы как-то все. Угу. Это будет. с обеих сторон от сарги. И здесь это будет у нашего изножья. Это будет финалом нашего изножья. Финальным элементом. Финиширующим. Это все сейчас находится в разных плоскостях. Когда мы забываем об этом, бывают некоторые проблемы. Это все надо сразу спроецировать. Удалить исходники. Мы будем работать, допустим, в этой плоскости. Потом поднимемся. обрезаем лишнее, чтобы получить замкнутый контур. Делаем джойн. Соединяем. 80 миллиметров уходим внутрь. Вот у нас с обеих сторон должны будут получиться такие штапики. Раночки штапиков. Где у меня профиль штапа. Берем его. Профиль штапа. По траектории. Я не люблю вот эти стыки. Перестрою эту часть. Таким образом, чтобы цельная получилась. Это не хочу я с вашим вайбером пока. Так не люблю, когда что-то вылазит. Когда работаешь. Опять же, надо здесь подумать. Из каких элементов это все будет состоять. Честно говоря. 15 лет занимаясь мебельным дизайном. Все равно. Все предусмотреть. Не получается. Обязательно. Реальность вводит свои поправки. По сравнению с тем, что мы рисуем. Вопрос, правда, какой будет процент поправок. Но у меня он достаточно небольшой. То есть, в принципе. То, что я рисую. В целом. Оно. Столярами. Адекватно. Распроизводится. Соединяем эту часть. А здесь все будет немножко по-другому. В район. В можно. По сравнению с изголовьем. В вертикали. Без проекции перемещаем. Место. Вот. Вот. Здесь это наша красота должна быть. С другой стороны будем рисовать ее пока что гладко. У нас с этой стороны будет еще кровь. Так. Первым вставляем. При вертикали его поднимаем. Можно переключить инструкционную плоскость. Так оно не будет. Тут должен быть какой-то прямой участок. Пусть миллиметра три будет прямой участок. Именно в данном случае. Вот. Видите. Этот элемент немножечко торчит. За пределы. Такой у нас есть вариант. Задвигать не хочется. Потому что. Вот. Стоит. Вот. Это вот. Профиль. Ровно. Настолько. Делать. Но. Не знаю. Все равно. Останется. Достаточно эффектно. Уменьшать придется с хорошим запасом. Потому что. Тут возможно будут какие-то скругления. Или фаски. Фаски. Столбы мы еще только наметим. Возможно. Примерно. Такой профиль. Пусть будет. Возможно. По-моему. Он тоже неплох. Поворот нормальный. Конечно. Эти профили у нас уходят. А мы будем пользоваться этим. Как раз этим. В данном случае. Тут полочки уже не надо будет. Прям. Подходим сюда. Ну. Как раз. Копируем. Вставляем. Разворачиваем. Относительно. Линии на 180 градусов. Вот такая у нас будет царга. Смещаем, обрезаем. И вытавливаем ее в этом направлении. Вот такая получается классическая кровать. Давайте отведем царгу в сборе. И с этой стороны коробочку прикроем нашу. Конструкционную плоскость я выбрал другую. Минус 70, ну, минус 65 сделаем. Чуть-чуть не доходя. Заканчивается. Здесь увеличиваем. В этом направлении. Видите, делается фасадный проект. В данном проекте мы конструктив не прорабатываем. Даем конструктив прорабатывать технологу на производстве. Бывают такие заказы, бывают такие столярки, когда я вынужден лично прорабатывать конструктив. Мне, честно говоря, как дизайнер, это немножко кисло. Потому что дизайнер всегда хочет делать красоту, а не копаться во всяких шипах и четвертях. Ну, в принципе, на базе вот того, что мы сейчас рисуем, сделать технологический проект не так уж сложно. Изголовье. 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 Такого достаточно сзади. Оно у нас просматриваться не будет. Возможно, в реале тут даже этого штаба не будет. Оно будет подбито более простым прямым штабом. У нас кровать просматривается только в этом ракурсе. В этом ракурсе. Мы достаточно много места оставили для поддержки матраса. Ну, вот, собственно, кровать готова. Я бы здесь еще какие-то сделал элементы. Давайте сделаем накладные элементы. Не будем делать элементы врезные, потому что, опять же, нам столяра спасибо не скажут за это. Возьмем небольшой радиус, примерно, третий. А ну-ка, сколько у нас остается. Видите, тут как раз остается совсем маленький радиус. И на накладочку. Разгруппирую. Уберу вот эти вот элементы. Они у нас будут сейчас делаться с этой стороны. Я кривые, как правило, не удаляю. У меня для кривых существует отдельный слой. Называется Curves. Почему я их не удаляю? Потому что получать кривые вот из этой геометрии, когда мы получаем, могут возникнуть проблемы. Детализация кривых слишком увеличивается. А, соответственно, ухудшается их управляемость. Поэтому я рекомендую. Все-таки, в принципе, кривые немного места занимают. Поэтому я рекомендую их сохранять. Я сейчас скопирую эту грань. Мы будем работать в плоскости ее. Нам она, собственно, не нужна. Нужны ее очертания. Очертания этой грани. Оставляем миллиметров не знаю сколько. Давайте начнем с 10. Посмотрим. Где-то так и есть. Оставляем миллиметров 10 прямого участка. Это удалять. Рано решили. Миллиметров 15. У нас будет выпуклая часть. Выпуклая часть у нас будет... Примерно... Интерсекшн немножко забиваем. Будет недалеко. По клаве части у нас будет достаточно простая. Где-то вот такая. И такая. Давайте поправим что-нибудь. Вот так. Разворачиваем. Тянем вдоль кривой. Здесь эту часть убираю. Здесь я могу сделать просто зеркало. Закрыли. Закрыли. Пропишу это все цельным элементом. Раз. Два. А, простите. Не в той плоскости работаю. Не так кручу. Три. Сюда зеркаленько. Вот то, что я говорил. Прописываю цельным элементом. Эту бабушечку. И вот эту бабушечку я прописываю цельным элементом. Вот, собственно, все. Кровать наша готова. Классическая. В принципе, вот. Такого типа кровать я и хотел. А... В ее же стиль будем делать тумбочки. Это... Если у меня будет настроение, я сделаю еще одно видео. С созданием тумбочек, с созданием шкафа. Шкаф еще нам там нужен. Может быть, в этом стиле еще будем рисовать диван. Ну, в принципе, все. На этом пока все. Спасибо вам за внимание. До свидания. До свидания.